Нужно сейчас упорядочить вопрос внутриквартальных тепловых сетей, прийти к какому-то варианту дальнейшему нашему развитию. Руководитель территориального управления по теплоснабжению Т-Плюс в Балакова Андрей Решетнёв рассказывает общественникам, как проводится ремонт внутриквартальных сетей. Не все они переданы на обслуживание теплоснабжающей организации, но в случае повреждений ни в коем случае нельзя оставлять людей без горячей воды и без отопления. Поэтому ремонтировать начинают сразу, не глядя, есть ли у сетей собственник. А между тем износ у внутриквартальных сетей колоссальный, и спасти ситуацию может лишь большая инвестиционная программа, которую тепловики и предложили рассмотреть администрации Балаковского района. Все обновление теплосетевого комплекса возможно проведение в течение порядка 7-8-10 лет. Зато мы уйдем потом от проблем с этими повреждениями еще на 15, так как срок службы трубы минимум будет 25 лет. Проект альтернативной котельной пока находится на стадии обсуждения. Администрация Балаковского района изучает возможности инвест-программы. Конечно, при принятии решения будет учитываться и общественное мнение. Поэтому и показали представителям общественной палаты БМР места проведения ремонтных работ, чтобы они увидели, в каком состоянии находятся внутриквартальные сети. А их введение теплоснабжающей организации 279 километров. Сети отработали 25 лет. Составляет процент отработавших сетей 93%. То есть это очень много. Мы проводим текущие ремонты в течение межотопительного периода сетей. Во время прохождения ОЗП мы ведем работы по аварийному восстановлению, если происходит повреждение. Но, к сожалению, мы можем вкладывать деньги согласно договору безвозмездной аренды только в текущие ремонты аварийной. Ну, судя по тому, что я вам сказал, что 93% сетей отработали 25 лет и более, необходим радикальный подход к этой ситуации и вкладывание денег уже в плане реконструкции, модернизации данных сетей. Сейчас теплоснабжающая организация вкладывает средства в реконструкцию магистральных теплотрасс и модернизацию ЦТП. В этом году проведена реконструкция сетей на улице Тернавская и улице Волжская общей протяженностью 1 километр. Старые трубы заменены на современные износостойкие сети в ППУ и изоляции. Оснащённые системой оперативного диспетчерского контроля. Современное оборудование появилось и в 16-ти ЦТП, что позволит работать им в автоматическом режиме. Всё это делается в рамках мероприятий по подготовке города к отопительному сезону, который уже, можно сказать, начался. Включены социальные объекты, включены все школы, детские сады, объекты здравоохранения, согласно подданных заявок. Включать жилой фонд мы имеем право только после распоряжения главы администрации. Согласно утверждённой программе разворота, будет происходить в течение пяти суток. За пять суток весь город будет снабжён отоплением. Пока распоряжение о включении отопления в жилых домах не подписано, поскольку дата зависит от температуры наружного воздуха. Но даже если это распоряжение подпишут, к примеру, завтра, город будет к этому готов.